Всем большой привет! Меня зовут Наталина и... Сегодня я не одна, сегодня со мной снова кто? Марина Лакшес! Ура, товарищи! Марина снова приехала, и мы снова снимаем, и сегодня у нас суперинтересная тема. Я надеюсь, вам тоже будет интересно. Много было запросов на вот это вот. Это что? Это брови тату. Мы сегодня будем делать себе бровки, девочки и мальчики. Это переводные брови с Алиэкспресс, нашего любимого. Разных дизайнов совершенно. Они, видишь, и более рыжие, и более коричневые. Это очередная вот какая-то вирусная штука из интернета азиатской. Вот они как что-нибудь придумывают, да? Вот как вообще в голову это приходит? Я не знаю, помнишь, стрелки были переводные тоже? Да, 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 было. Ну, причем на Алике их, по-моему, не было. Ого, какая-то инновационная американская технология, да. Конечно. Я уже не знаю, чего ожидать, просто что можно, ну, как можно было это придумать. То есть кто-то сидит такой и думает, ага, вместо стрелок сегодня я делаю брови, значит. Слушай, ну вот так вот они выглядят, мне кажется, ну, неплохо. Ну, ребята, посмотрите, как вы думаете. Особенно мой любимый дизайн вот этот. Вот этот, запятая. Да, запятая. Вообще, конечно, идея поражает своим размахом и гениальностью, потому что, ну, татуировки переводные есть, что бы не перевести себе брови, да? По сути-то. Ну, значит, сегодня мы опять страдаем. Но мне больше интересно, как оно будет цепляться на волосы, потому что, ладно, понятно, там на лысую кожу приклеил, но и оно же блестит, наверное, вокруг. Может, как-то запудривают, я не знаю. А вот это сегодня мы с тобой и узнаем. Давай сейчас посмотрим, выберем дизайн. Экологичные водостойкие брови. Отлично. Еще и водостойкие. 3D имитация. Так, ну, мне пока нравятся вот эти, вот эти. Мне нужны Боинги. Боинги? Это тебе? Вот это, Боинги. Отлично, спасибо. Хорошее мнение такое. Слушай, Боингов тут, мне кажется, нет, потому что они такие, типа, лисичные. Я хочу быть бровастой собакой. Главное, знаешь, не приклеить вот как-нибудь вот так. Слушай, они с нас смоются. Я очень, они ведь waterproof. Почему синих нет? Ну, потому что они были какого-то цвета, типа, браун, знаешь, и типа блонд. И, видимо, рыжий это блонд у китайцев. Но у них с блондом вообще сложно. То есть там всегда цвета какие-то самые невообразимые. Так, ребята, прямо сейчас поставьте на паузу и напишите в комментариях внизу. Как вы думаете, получится у нас нормально или нет? Ой. И также зайдите на канал к Марине. Посмотрите видео, которое мы сняли на ее канал. И подпишитесь на Марину. Обязательно, конечно. Я Юшка активная. Я Марине рассказывала, что у меня, типа, здоровое питание. И я пью камбучу. Но камбуча – это чайный, блин, гриб. Как бабка, еще пью чайный гриб. Я ни разу в жизни не видела живую чайный гриб. Реально? Да. А ты видел? У меня мама постоянно была, и у бабушки такой. Банка, да? И там сидит вот эта штука. Мама еще говорила, что оно живое. Я так боялась его постоянно. Там заходишь на кухню, а там сидит с грибом. Дед гриб. Да. Лимонад фигачит. Господи. Мне кажется, вот эти вот надо выбрать. Да. А мне вот эти волосатые. Жесть. Ну, они такие, типа, стильные. Так, а что, инструкция-то? Нет инструкции? А как клей? Слушай, они… Их как наклей. Тут есть placement guidance. Да, вообще. Это что значит? Это куда подставлять? Ну, тут, знаешь, что гениально. Я вот думала, как их приклеивать. Тут с обратной стороны ты можешь увидеть, как приклеивать. То есть они вот пропечатаны с двух сторон. То есть ты видишь, как ты клеишь. Вот это система. Что, я беру боровастую собаку? Ну, давай. Потом, знаешь, ты такие видео спустя месяц такие сидим с бровями приклеенными. Может, что-то поинтереснее взять? Ну, как бы трешить до конца, девочки. Я сегодня буду с запепеньем. Так. Ну-ка. Мне интересно, можно ли их… Можно ли их подкрасить, как-то что-то с ними сделать? Я думаю, нет. Это же как пленочка. Я вот вижу там липкий слой внутри, видишь, прозрачный. А какие мне клеить все-таки? Да какие были трешовые? Вот эти. Все. Выбрали. Можно они? Конечно. А зачем вот столько пар? То есть, кто-то покупает и каждый день? Я думаю, что, может, не каждый день, но раз там в какое-то время. Раз в час. Клеить себе бровки. Ну, они такие, наверное, на пару дней, если там не мыться, ничего не делать. Ну, я видела видосы, конечно, там, что прямо их на волосы приклеивают и вообще, типа, лакшери и все такое. Небось в ТикТоке. Ну, конечно. Естественно. Только там все работает. Там у них еще вечно все с какими-то адскими фильтрами, что там, знаешь, человека уже не видишь. Какие-то, постоянно какой-то тональный крем, они что-то тут выдавили, тут нажали, тут помазали, водой попшикали. Ты просто сидишь такой, думаешь, смотришь, думаешь, херня хернёй, но мне это надо. Да. Да, у них там в ТикТоке все работает, я заметила. Хочу пошутить, не буду про палетки бьюти-бол. Так, дай сумму, сумму, зеркало. А, конечно, вот обратно. И такие, сидим, не решаемся, кто же начнет. Мне страшно, честно. Мне тоже. А где левая, а где правая? А вот тут... Просто, знаешь, приклеить вот так. Я сегодня... А может, одну заклеим как-нибудь, консилером там? На консилер, я думаю, не ляжет. Точно. А клей, канцелярский, я не уверена, что у меня есть. Ну, давай одну сначала приклеим, и еще посмотрим. Да, давай приклеим одну. Потом уже будем экспериментировать. То есть, это, по идее, для любых бровей. Например, вот у меня такая потраченная форма, разбитый боинг называется. Я хочу себе модную запятую, потому что мне сказали, что у меня брови прошлый век. Вот теперь точно будет прошлый век, да? 20-й. Блин, Марина, извини, вчера началась, я не продолжала смотреть про NYX твое видео. О, боже мой. Я так ржала просто. Я ржала там на 13-й минуте, где я удивилась, сколько стоит. Я удивилась. Я смотрю, и такая, сколько стоит. 17 тысяч, блин, это вообще что-то что-то. Это только вот этого брендона 17-й? Нет, 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 это была пудра, да, тон. Тысяч на 11 в итоге вышло от этого NYX. Ладно. Так, слушай, ну я начинаю. Только она мне кажется. Я смотрю, это рисковая дама. Так. Конечно, опять нам надо говорить, мы будем молчать, ребята, извините. Мы опять стесняемся. Ну, уже не так. Да. А, блин, слушай, что-то оно как-то херовое. Не отклеивается. Ребята, мы подготовили брови, мы их обезжирили. Не думайте, что... Если обезжиривать, то это вообще намертво схватится. Не дай бог. Ну что, алло. Может, надо 5 минут тебя держать. Отклеивается. Такая система. Вот, мне кажется, легче уже нарисовать себе брови, чем вот это вот клеить с утреца. О! Нихер, а. Девочки, ну это шикардосик. Слушай, ну она мне прям заклеила мои все волоски. Легкий эффект татуажа. Сейчас на мою посмотрим. Я старалась, честно. Очень красиво. Супер год. Слушай, у тебя стали брови, знаешь, какое-то из русалочки. На курсу ладно. Не, у всех, на самом деле, злых персонажей Диснея вот такие вот брови когда-нибудь стеки. Может, эту надо было пониже как-то вот так клеить. Наверное. Но, мне кажется... Ну просто, если бы у тебя, конечно, своей брови не было, то можешь, конечно, ее и консилером замазать. Слушай, ну это прям пленка на моих бровях. Ну да, она хорошо очень держит, прям так вот, как клей. И качественная штучка там. А мы смеялись. Ну, мне вот эта бровь была короткая, но в целом... Мне кажется, идея бы сработала, если бы они предложили несколько вариантов хвостика и толщины, чтобы люди могли под себя подрезать. Нет? Ну, вообще, да, но мне кажется, это будет очень... Я хочу попробовать на руку сейчас пришлепать. Так я тогда пока вторую наклоню нормально. Криво ручкой, кривоглазкой. Блин, я надеюсь, она отклеится. А то мне к врачу сегодня он придет и скажет, все понятно. Диагноз какой у вас. А у меня... Какой диагноз? Ой, ну все. Так, ну... Это надо пониже, да, наклеить? Мне кажется, я очень надеюсь, что оно не оторвется с нашими бровями вместе. Да. Только на это. Так, ну надо прямо, кстати, промачивать хорошо и подождать, а то оно не отклеивается. Да. Я пока начало проклеила. Для кого эта идея могла бы сработать? Ну, наверное, я думаю, для тех, у кого, возможно, например, лапеция, да, вот что-то такого плана, когда совсем нет волосков. Вот, смотри-ка. О, как симпатичная. Ну, тут что-то я начала заранее отрывать. Но меня, единственное, смущает то, что она блестит. То есть, как будто ранка после татуажа. Если ее запудрить... Вот, надо будет попробовать ее припудрить. Ну, понятно, что ее там не прочешешь, не расчешешь. Чем еще занимаемся? Так, ну что, я отклеиваю. Я пониже наклеила. Момент истины. Так. Ну, блин. Блин, она просто сама по себе какая-то не очень, видимо, форма. Не моя форма, не получилось. В общем, если у вас есть брови, и вы хотите наклеить, то надо выбирать что-то ближе к своей форме. Не, ну, накладные стрелки, честно, это был такой просто, такая дичь. Ой, накладные стрелки. Переводные. Я не пробовала. Очень повезло. Я пробовала, знаешь, что? От Леди Гаги. Уголки от стрелок. Помню. Вообще пипец. Это нормально вообще человек, нет? Выпустим. Просто от Леди Гаги. Чуть все течет. Мои внутренние слезы вытекают. От Леди Гаги просто хвостики от стрелок. Так, давай приклеивайся. Я не знаю, способна ли левая бровь вот эта на существование, мне кажется, нет. Мне тоже кажется, немножко другую форму сейчас я... Сейчас выберем другую, Наталина. Тебе не жалко? Я обклеюсь вообще всеми этими бровями. Снова такая... На Хейлминг, кстати, классная идея. Все лицо бровей. А нет. Был тренд, когда люди рисовали там себе двойные глаза, двойные брови. Вот это клёно наклеить, чтобы не рисовать. И все лицо бровей. Тоже классная идея. Я бровь. Ничего нет. Так. Я тогда затру неудачно. О, сейчас проверим, как смывается. Боже мой. О, прикольно. А где? Стоп. А что поменялось? Ну, она... Блин, хвостик что-то куда-то... Ну, вот же она. Да, да. Я не думаю, что мы бы сейчас вот в таком виде пошли бы в золотой яблоко. На мастер-класс по бровям. Записываемся на бровки, девочки. О, ты куда, блядь, бровь? Простите, бровь? Верни. На место. Так, где мне надо переклеить, наверное, ее? А мне начали стягивать. Блин, вот этот хвостик не туда уехал. Вообще, ну, он пока влажный. Даже его можно пинцетиком чуть подцепить. Но оно, конечно, узковато. Хотя, знаешь, вот так вот смотришь, кажется, что широкие. А потом они как-то наслаиваются на круглую кость. Здрасте. Вот она. Блин, фу. Это припудренная бровь. Да, это припудренная. Это вот не припудренная. Ну, кстати, вот здесь, где она просто на кожу, где она просто на кожу, нормально более-менее смотрится. Мне, честно, мне страшно, мне страшно показывать тебя в макро, потому что кожа не в лучшем состоянии. Но вот здесь я попыталась, здесь, сори, попыталась оторвать. Это, знаешь, в лучших традициях старого татуажа, когда били вообще брови где-то на лбу. Да, это как какая-то просто гель засох, и бровь такая. Привет. Ну, в попытках снять. Не больно? Нет. А припудренная, наверное, легче снимется, да? Наверное. Сейчас, сейчас, сейчас. Подожди, она еще. Ить. На руке вообще он симпатично смотрится. Ребята, Натальине повезло, у нее все снилось с пинцетиком с первого раза. А так как я человек очень умный, я обезжирила брови перед тем, как наклеивать, у меня не снимается ничем. Сейчас будем пробовать двухфаску. Мне кажется, что единственное, как-то и где может сработать, это только те, у кого совсем нет бровей, когда это, ну, выбор по жизни, либо какое-то болезненное состояние. И тогда можно чуть-чуть вокруг пройтись консилером. Ну, на обезжиренную кожу приклеить, оно будет, в принципе, смотреться как... Да, он так неплохо. Да, и будет держаться хорошо. Но сбривать брови ради такого мероприятия, конечно, не хочется. Естественно, их потом еще отращивать. Самое ужасное, наверное, это будет, когда первые проростки бровей начнут вылезать. Ага, пенечки. И пенечки. Ну да, дольфаска смылась будет. А, ну с этой бровей уже ушла у тебя бровь. Ну и тут остались такие мелкие брибы. Ну все, что? Ну что, Марина, запаковать тебе с собой? Конечно, виси в родинском клее бровями. Просто записываемся на бровки, девочки и мальчики. Да, я делаю татуаж. Мокрое? Это вам кажется, что мокрое. Глаза закрываем, девушка? Ничего не мокрое. Слушай, ну что ты думаешь об этом всем? Мне очень страшно. Страшно очень. Мы не знаем, что это такое. Я думала, оно не сработает. Единственное, что я не понимаю, это вот гид по размещению. Вам не видно тут, наверное, все отсвечивает. Но я не знаю, зачем это, куда это, чего от этого зависит. Ну, может быть, не знаю, татуаж они делают по этому. Не, не, я думаю, что это для того, чтобы ты, например, вырезала и смотрела. Не знаю, хрен его знает. Непонятно, короче. Но это подойдет только до тех, кто не клеит. Сместится и хвост куда-нибудь вниз и там или наверх уйдет. Как у меня ушла. Да. И если кожа обезжиренная или просто там голая кожа без мейка, то вы его вот так вот не вернете никуда на место. Ну, не знаю, как ты думаешь, кому это надо? Тем, у кого действительно или с бритой брови, или даже не для образа, я не думаю. Только если вы хотите заклеить брови, да, заклеить клеем там, но это будет столько слоев, это все равно на фото, если можно исправить, то в жизни это вообще не рабочая вечериночка. И клей, если ты начнешь это приклеивать на клей, простите за тавтологию, то от воды-то клей раз это самое. Да, разъезд. Разъезд, поэтому там все отклеится. В общем, вообще будет мешанина, поэтому для какого-то образа, для чего-то, ну и для прикола тоже. Когда на волоски приклеишь, видно, что у тебя наклейка просто на волосах. Вот и все. Так что, ребята, конечно, в ТикТоке выглядит все здорово и классно, но в жизни это не так. Так что, вот, мы вам этот продукт не рекомендуем. Так, давай-ка посмотрим, сколько это денег мне обошлось. Они, на самом деле, есть разные, там, эти брови, потому что у каких-то продавцов есть только один дизайн. У каких-то продавцов их... У меня тут просто бриллиантовый уровень Алиэкспресс. Сейчас тут слишком много заказов. Еще название, наверное, было какой-нибудь. Бровь. Одна момент, мгновение. Бровь готов. Они очень долго мне ехали. 4D оригинальные брови, стойка, имитация бровей, экологические брови, татуажная наклейка. Она вот на основе ложная наклейка для бровей STSLM2. Товар недоступен. Чего? 65 рублей 27 копеек. Угу, хорошо. И там же я заказывала, где-то они тут валялись, короче, неоновые пигменты для ногтей. А нет, слушай, они написаны неоновые для век. И для ногтей. Тени для век, матовые минеральные плестки, порошок для ногтей, сияющие, блестящие. Ну, вообще не блестящие причем. Кажется, меня продавец забанил, потому что ни один товар не доступен. И подставку для спонжа я заказывала. У меня была такая. Я причем, мне когда приехала, ребята, если кто смотрел мою распаковку посылок, то там вот это было. И, короче, я не поняла, что это такое. А это вон что, Михалыч. Так что, так что так. Напишите, пожалуйста, внизу, что вы думаете по этому поводу. Может быть, вы пробовали с Аликс Фрес какие-нибудь шаблоны или какие-нибудь прикольные штуки, которые реально сработали. Если это так, то оставляйте ссылку на них, пожалуйста, внизу. Будет очень интересно их протестировать. Спасибо большое Марине, что она отдала свою часть лица верхнюю в жертву, принесла великому богу Алиэкспресс. И заходите обязательно на канал Марины, подписывайтесь на Марину. И мы с вами скоро увидимся. До встречи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok